Мне кажется, что сейчас мы с вами находимся в эре покупок в интернете. Все меньше и меньше люди покупают в обычных магазинах из-за недостатка времени или просто из-за того, что это менее удобно, чем в интернете. Но все-таки остается небольшая такая группа товаров, которую в интернете многие боятся покупать. И первое, что приходит на ум именно в косметической теме, это тональная основа. У меня есть проект по совместным покупкам Simplum. Если вы о нем не знаете, я ссылку на него оставлю внизу. Сейчас не буду на этом сосредотачиваться, но очень часто мне приходят вопросы касательно того, как подобрать тональную основу, если я ее не вижу, если это просто картинка в интернете. И я вам сегодня расскажу два таких вот действующих способа. Один более прогрессивный технологический, второй больше именно такой вот, как я делаю. И я очень редко ошибаюсь с выбором тональной основы в интернете. Я уже настолько, скажем так, наловчилась это делать, что в 99% случаев угадываю вот точно. По крайней мере, из той линейки тональных основ, из той линейки оттенков, которая есть внутри тональной основы, я подбираю именно максимально ту, которая мне подойдет. И давайте начнем с такого более прогрессивного способа. Возможно, кто-то из вас знает, на сайтах уже есть такая штука, как подбор тональной основы для вас. Часто бывает, просто размещают фотографии девушек от очень светлой какой-то девушки до очень темнокожей девушки. И вы приблизительно, смотря на типаж людей, вы понимаете, в какой группе вы находитесь. И если, к примеру, размещено фото такой, как бы, типичной славянской девушки со светлой кожей, и вы, как бы, уже интуитивно понимаете, что вы, скорее всего, склоняетесь к этому типажу. И там, под этой фотографией, собственно, зачастую и указано на какие-то, на обращать внимание. И такой способ я видела на сайте Шарлотты Тилбери, такой способ я видела на сайте Тарт. Ну, в принципе, не все сайты именно так делают. Наиболее, как бы, универсальный способ сейчас я видела в Сифоре. Сифора уже относительно давно запустила свой сервис ColorIQ. И он заключается в том, что вы вообще можете изначально, как бы, прийти в Сифору, и там вам специальным, как бы, таким девайсом сделают анализ тона вашей кожи. И, как бы, по этому ключу, по этому тону вы уже потом можете подбирать тональные основы. Но, так как мы этого сделать не можем, Сифоры у нас поблизости, скорее всего, нет, если вы смотрите это видео, то там существуют, как бы, ручные настройки этой системы. То есть вы выбираете в списке ту тональную основу, которая у вас есть, которую вы знаете, что подходит этот оттенок. Допустим, у меня есть тональная основа Tarte Amazonian Clay. И в этой тональной основе я использую тон Fairly Light Neutral. Я его выбираю, и это выдает мне тоже мой код. И потом, нажимая на этот код, мне Сифора показывает, в общем-то, какие тона, в каких тональных основах мне подойдут. То есть выбирая любую другую, я смотрю, вот что оно мне рекомендует. Конечно, я скажу честно, этот способ, когда работает, когда не очень, это скорее, знаете, как полагаться полностью на Google Translate. И надеяться, что он вам 100% все правильно переведет. Нам все равно нужно понимать, что все-таки это робот, и на него полагаться, ну, прям уж на 100% не стоит. В каких-то случаях он действительно очень классно работает, в каких-то случаях он выдает просто вообще какие-то совершенно дикие результаты. И очевидно, что они нам не подойдут. И в этом случае нам пригодится мой третий способ. Даже, видите, у меня три способа она собиралась в процессе съемки этого видео. Этим способом я пользовалась еще очень давно. Я не знаю, я уже лет 5-6, наверное, покупаю косметику за рубежом. И у меня как бы уже проблем с этим абсолютно нет. И именно вот этим способом я пользуюсь всегда. Опять-таки, здесь нам понадобится тон уже как бы той тональной основы, которую мы используем. К примеру, у вас есть какой-то тон, ну, допустим, L'Oreal, да? И вы знаете, что в L'Oreal у вас тон такой-то, такой-то. Вот, допустим, у меня есть тональная основа Max Factor. Называется она Miracle Match. И оттенок, который мне подходит, это Warm Almond 45. Я пользуюсь этой тональной основой. Я знаю, что тон мне подходит, меня она полностью устраивает. Что я делаю? В первую очередь открываем Google и забиваем туда Max Factor Miracle Match 45. Нажимаем Enter, переходим на картинки и смотрим свотчи этого оттенка. И смотрим, находим там какие-то примеры, как это, например, выглядит на лице. Сохраняем эти картинки, держим их и параллельно забиваем в Google ту тональную основу, которую мы хотели бы купить. Если мы сомневаемся между какими-то несколькими оттенками, то по очереди забиваем эти оттенки и смотрим на них, как выглядят свотчи и как они выглядят на лице. И просто сопоставляем это с тем, что у нас уже открыто с той тональной основой, которую мы используем. И таким образом, вот именно по свотчам достаточно быстро определяется то это или не то, что вам нужно. То есть, например, если Max Factor у меня тон на свотче выглядит определенным образом, и я рядом сопоставляю другую тональную основу, и я вижу, что совершенно по-другому свотч выглядит он более желтый, или более светлый, или более темный, или более розовый. Я закрываю это и начинаю вбивать другой просто тон, какой там, возможно, соседний. И смотрю, как они смотрятся рядом между собой. Если это уже близко по тому, как они выглядят, значит я, скорее всего, уже на правильном пути, то есть именно этот тон мне и нужен. И таким образом можно играться очень долго, можно подбирать среди множества тональных основ. Сейчас в интернете есть обзоры практически, наверное, на всю косметику, которая только выпускается вообще в мире. Разве что проблема может возникнуть с какими-то супер-ультра-новинками, на которые еще нет обзоров. Но сейчас бренды стараются тоже наперед блогерам отправлять новые релизы, чтобы они на момент выхода уже какой-то косметики определенной, чтобы уже были на нее отзывы. Очень крутой в этом плане сайт Temptalia. Temptalia это именно печатный блогер зарубежный. У нее вообще очень крутой сайт. У нее на сайте можно тоже посмотреть аналоги. То есть, если, например, вы ищите какую-то помаду, допустим, вам понравилась какая-то помада Chanel, и вы не хотите тратить деньги на Chanel, то есть вы хотите что-то похожее, то у нее на сайте вообще есть вот именно... Она подбирает какие-то аналоги и в разной ценовой категории, то есть от совсем уже масс-маркета до тоже как бы люкса, который, возможно, стоит столько же, возможно, стоит там чуть-чуть дешевле. Но, тем не менее, вы уже сами смотрите и таким образом подбираете, что вам больше нравится. В интернете действительно очень много сейчас и свочей, и обзоров, и разных примеров. То есть вы, сопоставляя то, что у вас уже есть, с тем, что вы забиваете в интернет, вы можете очень классно действительно подобрать то, что вам нужно. И по отзыву уже какого-то блогера, там, например, которому вы доверяете, у которого похожий тип кожи, как у вас, вы тоже по отзывам можете приблизительно понять, подойдет вам эта тональная основа или нет. Но, опять-таки, здесь есть маленький нюанс. Естественно, любая косметика, она очень индивидуальна, то есть даже если 95% ваших там подружек, например, тон подходит, вам он может не подходить. Но я думаю, это уже даже не обязательно говорить, потому что это как бы само собой разумеется. И на этом я, наверное, буду с вами прощаться, потому что, мне кажется, тему я эту раскрыла. Если у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Возможно, у вас есть еще какие-то дополнительные советы, поэтому пишите их, я думаю, зрителям тоже будет интересно, почитайте комментарии. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропускать. И прощаюсь с вами. Пока!